ОСМД 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 Целью у них не является получение прибыли, целью является содержание дома, надлежащее содержание дома за счет жильцов, безусловно. Ну вот вы как жилец дома, можете ли вы рассказать нашим зрителям, вы лично за создание ОСМД или все-таки против? Потому что мнения общества достаточно разделены и достаточно полярны. Одни категорически за, другие категорически против. Какова ваша позиция? Моя позиция в первую очередь за порядок и за определенность. Что мы имеем сегодня? Мы имеем сегодня квартплату, мы платим деньги, мы не знаем куда мы их платим и мы не понимаем, мы жильцы, мы не понимаем что с нашими деньгами происходит. В первую очередь это касается тех граждан, которые живут на последних, первых этажах, возможно второй этаж и возможно предпоследний. Последние этажи это вечная проблема с протеканием кровли. Этажи чуть-чуть ниже, включая последние, это ливневая канализация. Первые этажи это подвалы, там где течет вода, особенно не дай бог это горячая вода, это пар, это запах и так далее. Следующий момент первых этажей это ливневая канализация. Она забивается где-нибудь на переходах и вытекает талая вода или дождевая вода, не туда куда положено через ливневую канализацию, а где-то на стыках между первым и вторым этажом и куда-то там она течет. Момент ремонта подъездов, момент при домовой территории тоже непонятно что делается, как делается. Вопрос лавочек, он наверное поднимался неоднократно многими, кто-то смеялся, кто-то наоборот радовался, все реагировали по-разному. Но в вопросе создания УСМД мое мнение, что будет определен уже ближе к гражданам тот, кто управляет их финансами. Если взять большой дом, ну к примеру 400 квартир, каждая квартира сдает в среднем приблизительно 120 гривен в месяц, получается сумма около 50 тысяч гривен. То жильцам этого дома, этих 400 квартир, ну приблизительно это пускай человек около тысячи, то если они знают своего председателя, то это тысяча человек имеет больше возможности достучаться до этого председателя и спросить отчетность. А куда были потрачены деньги? Сколько было выделено на уборку территории? Сколько было выделено на ремонт? Какой ремонт? В каком подъезде? Почему? Вопросы эти жильцы могут задать и председателю ничего не останется, как дать ответ на этот вопрос. Сегодня что мы имеем? Крыша течет, непонятно, кто за нее должен отвечать. Закон есть. По закону есть сроки, в течение которых должны устранить течь кровли, хотя бы временно. Есть сроки, в течение которых нужно устранить, необходимо устранить эту течь капитально, выполнить какой-то ремонт. В реалии что происходит? Жилец жалуется, пишет какое-то письмо, отправляет его либо в жилком сервис, либо в горы с полком, либо лично Геннадию Адольфовичу. Что получается в ответ? Он получает, жилец получает ответ очень часто, что, извините, финансов в этом году нет. Но мы вас поставили в некий титульный список. И жилец думает, ух ты, меня поставили в титульный список. Хорошо, а что такое титульный список? А когда этот список будет рассматриваться? Когда по этому рассмотренному списку будет принято решение? Когда будет выполнена, произведена работа по тем принятым решениям, по тому какому-то титульному списку? И получается масса неизвестных. В вопросе ОСНД я скорее за, нежели против. Но здесь вопрос, а кто будет управлять ОСНД? Председатель, который живет в этом доме, которому известны проблемы этого дома, жители этого дома? Или будет какая-то еще надстройка, будет еще какая-то компания, в которой будет какой-то председатель, который будет управлять несколькими ОСНД? Если тогда здесь получается, что мы одну структуру, жилком сервис, которая есть, которая как-то работает, хорошо, плохо, но она уже как-то там работает. Но мы создаем новую структуру, которая будет учиться на нас, на наших деньгах, на деньгах жильцов харьковчан. Они будут делать свои ошибки, будут топтать свои дорожки, а потом как-то опять мы будем к ним привыкать. То вот против такого конгломерата нескольких ОСНД, наверное, я против. Но если это касается одного дома, скорее за. Вот с юридической точки зрения, скажем так, жильцам все-таки выгоднее объединиться, ну вот создав в своем доме ОСНД, да, объединиться с другими ОСНД и создать вот такой вот конгломерат, о котором говорил Константин. Либо все-таки одним домом управлять, либо пойти, ну опять же, к домам, которые создали ОСНД несколько лет назад, у которых уже есть опыт, и вот присоединиться к ним и принимать этот опыт. Ну выгода это не только с юридической точки зрения, это должны жильцы самостоятельно принять такое решение. Относительно необходимости создавания ОСНД я также за, считаю это важным этапом в процессе реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Переходу на, скажем так, самостоятельное обслуживание своих квартир и площадей общего пользования подъездов, чердаков, подвалов, прозрачности, потому как действительно деятельность ОСНД по запросу любого женца, она должна быть совершенно прозрачна. Смету на все затраты затверждают жильцы сами. То есть они сами утверждают суммы на обслуживание придомовых территорий, то бишь их уборку, уборку в подъездах, необходимые ремонты, капитальные или внезапные какие-либо, уборку лифтов. Все, что необходимо для надлежащего содержания подъездов и домов, в которых живут собственники, они это все утверждают сами. Точно так же, как определяют самостоятельно сотрудников данного ОСНД. Если нужен в штате специалист по сантехнике, электрик, еще кто-то, может быть специалист, который умеет управлять домом, да, то есть определяют заработную плату таким специалистам, может быть бухгалтерам, это все уже на усмотрение непосредственно жильцов. Если им будет выгоднее объединиться с кем-то, ну это предусмотрено законодателям, это их право, они могут объединиться. Но все-таки ОСНД сейчас как задача, это вот поставлено для прозрачности отношений. Жильцы будут самостоятельно определять взаимоотношения между коммунальными службами, предоставляющие услуги по водоснабжению, электрообеспечению, да, газу, заключать необходимые договора. Ну, все отслеживать будут самостоятельно. Также ОСНД, как юридическое лицо, несмотря на то, что это неприбыльная организация, это все-таки юридическое лицо, могут получать кредиты, любой дотационный, может быть, участвовать в каких-то грантах местного самоуправления для поддержания, может быть, если не будет хватать средств для поддержания содержания дома. Ну, поэтому я считаю, что ОСНД действительно это сейчас важный этап в реформировании ЖКХ. Ну, вот с чего начинается создание ОСНД? Вот самые первые шаги, потому что об этом много говорилось, но вот самое-самое важное, вот с чего начинается? Самое первое, с юридической точки зрения, это создание инициативной группы в количестве не меньше трех человек, которые решили, что они готовы возложить на свои плечи бремя организации такого объединения, уведомить всех граждан о том, что будут проходить общие сборы. За 14 дней до проведения общих сборов инициативная группа каждому со-собственнику многоквартирного дома обязана вручить под роспись, либо путем почтового уведомления, согласно закону об объединении со-собственников многоквартирных домов, уведомления о проведении общих сборов, перечень вопросов в повестке дня, что будут подниматься, создание, непосредственно сам вопрос, хотим ли мы создавать ОСНД, не хотим, избрание председателя, избрание секретаря, избрание, ну, должностных лиц можно сразу поставить, утверждение устава, если люди сознательные, жильцы, за первые сборы, скажем так, смогут определить большой круг вопросов, могут даже и начать определять смету. Вот это вот первое, что это определение первой инициативной группы, создание первых уведомлений, уведомление всех жильцов о сборе, общих сборов, и путем голосования определить, кто хочет, кто не хочет, рассказать, что это, безусловно, людям нужно донести, потому что мало кто сейчас еще знает, зачем такая прозрачная, зачем это делать. И уже после этого есть непосредственные юридические шаги, которые нужно применить, потому что зарегистрировать нужно как юрлицо, вот такие вот все технические уже вопросы. Ну вот, а вопрос к вам, как к жильцу дома, который, да, может быть, на личном опыте все это проходили, с чего вот в реальности начинаются всяческие подвижки в плане создания ОСМД, переход из одной формы управления в другую? Наш дом, он в первую очередь был оповещен путем таких вот листовок, уведомлений, в которых говорится среди прочего, что обращаемся к вам с просьбой быть предельно осторожными в общении на встречах с лицами, которые будут обещать золотые горы и райских уголков. Это означает, что невозможно эксплуатировать свой жилой дом, квартплаты одной не хватит, ну и так далее. То есть это страшилки, которые были направлены жильцам дома, чтобы они не делали ОСМД. И после этой страшилки тогда уже наш дом понял, что, наверное, мы будем все-таки создавать ОСМД. После этих страшилок действительно были уведомления о том, что будут проходить общие сборы. Мнение на этом общем сборище, не сборе, а сборище, мнение диаметрально противоположно разделились. Одни были яро настроены за, другие агрессивно против, третьи отмалчивались. Ну, такой этот балаган, он был сделан, и что-то там происходило. Дальше сказали, что будут проводиться разъяснения, что какая-то есть инициативная группа, но кто входит в состав группы, неизвестно. Вот этот был опыт нашего дома. Что хотелось бы, конечно, это все оккультурить. Если мы говорим о правовом государстве, если мы говорим о том, что жильцы могут управлять своим домом, финансами в своем доме, то все-таки это должно быть сделано культурно. То есть действительно проведены общие собрания, действительно об этом должно было быть уведомлено, ну и дальше все согласно норм закону. Ну, то есть пока ОСМД... У нас нет, у нас в нашем конкретном доме состояние ОСМД подвешенное, ну и пока есть какое-то должно быть потом собрание, какое собрание, где, когда, вопросов три, ответов не одного. Я хочу заметить, если позволите, что вот как раз домам, которые не смогут организовать ОСМД до определенного периода, орган местного соуправления будет назначена управляющая компания, которая по факту будет выполнять те же услуги ЖЭКа, либо ОСМД, то есть будет управлять домом, куда люди будут оплачивать квартирную плату, то есть бесхозным дом не останется. ЖЭКи будут ликвидированы, эти управляющие компании будут назначены, скажем так, принудительно. Поэтому нужно выбирать и, возможно, правда, организовываться, быть сознательными, самостоятельно организовываться. Ну какие, скажем так, могут таиться риски в управляющей компании, которая будет назначена сверху? Может быть, не будет все так прозрачно, как в ОСМД. То есть, скорее всего, люди не смогут влиять на размер квартирной платы для того, чтобы обслуживать свою домоприводомовую территорию, на уборки, на вывоз мусора. Можно же, каждые жильцы понимают, сколько времени необходимо, как часто необходимо убирать в зимний, в летний, в осенний период, вывозить мусор, как часто необходимо. Это все можно контролировать, и на этом также можно строить смету и где-то экономить что-то. Таким образом, возможно, у управляющей компании будет все просто по расписанию. А вот, скажем так, еще один из плюсов создания ОСМД, насколько я понимаю, это вот что придомовая территория, земля, на которой стоит дом, чердак, подвалы, все это как бы в собственности дома. И если первый этаж сдается, да, магазину или парикмахерской, то аренду оплачивается уже не в, да, там, не просто кому-то непонятно, кто сдает, а именно дома. То есть на этом они могут также экономить и зарабатывать. Совершенно верно. Есть такие, ну, как бы у вас, есть такие примеры домов, которые на этом... Ну, ОСМД в городе, на самом деле, еще очень мало, и люди еще не могут ориентироваться пока в таких ситуациях. Мы только к этому подходим. Подходим к тому, чтобы действительно дом вышел, скажем так, на самоокупаемость. Вот это может быть. А много ли вот к вам, как к юристам, обращаются граждане, ну, с просьбой разъяснить тонкости создания ОСМД? К сожалению, не очень много. Очень хотелось бы донести людям информацию о том, зачем это нужно, что это такое. Поэтому, собственно, и здесь. Потому что люди не хотят обращаться, вероятно, не знают. Позвольте дополнить, на том собрании, которое проходило возле нашего дома по поводу того, чтобы организовать или не организовать ОСМД, я увидел, что действительно очень много граждан, они темные, они действительно не понимают, а что это такое. У них есть одно убеждение, что мы платили в какое-то государство, и мы туда будем платить. Они еще живут в Советском Союзе очень часто. Они не понимают, что Советского Союза нет с августа 1991 года, что все поменялось, и все меняется сегодня. И государство дает возможность людям взять, организоваться и управлять самим. То, пожалуйста, государство — это люди, которые избрали депутатов, которые создают законы для тех же самых граждан, которые их избрали. И нужно уметь пользоваться. Для того, чтобы уметь пользоваться, мое мнение, что нужно быть грамотным. Либо покупать, такое, может быть, не очень хорошее слово, покупать услуги тех, кто знает, в частности, знания юристов, которые знают, как нужно делать, что нужно делать, когда нужно делать, куда нужно писать и какие документы. И тогда, когда люди либо будут уметь это сами, либо они поймут сам алгоритм действий, вот тогда вот они будут и деньги экономить, и у них будут дома в порядке, и придомовые территории у них будут в порядке. Но тогда же не будет того случая, когда, если протекла крыша, тогда уже не будет, знаете, некому пожаловаться. Это нужно будет сдать деньги и самим, как вот жителям частных домов, бежать некуда. Так и для чего жаловаться? Потекла крыша и ремонтируешь. А привычка? Можно не допустить такой ситуации? Совершенно верно, что если все делать вовремя, если есть в штате, есть человек, который разбирается в строительстве, да, он знает сроки службы кровли, к примеру, да, что она служит 15 лет при условии, если она сделана правильно. Этот человек может делать инспекцию кровли, либо комиссия делать инспекцию кровли, определять потеки, будут там потеки, не будет. Те же самые ливневые канализации, они должны прочистить, как минимум прочистить, чтобы они это обработали. И тогда не нужно будет жаловаться, потому что не будет предмета для жалобы. Лучше радоваться, все вовремя делать и спать спокойно. Ну да, и будет конкретный исполнитель, которому можно предъявить, да, некачественная работа все-таки сделали, а потекла. Совершенно верно. И можно будет уже... Исполнители также работ могут выбирать. Могут самостоятельно выбирать, конечно, вот уже СМД, либо на сборах, либо доверить это председателю СМД, ну вот тем сотрудникам, которых поставят, но потом с них спросить о тех компаниях, которые выбраны, о тех работах, которые предоставлены. Возможно, какой-то тендер провести кто-то дешевле предложит. Все могут делать собственники самостоятельно, безусловно. И еще такая тонкость. Насколько мне известно, для многих домов у СМД начиналось создание, ну, как по мне, так с неких таких аферистических действий, да, с действий неких сомнительных людей, которые первым шагом вместо проведения сборова не ходили по квартирам и собирали определенную сумму для регистрации документов. Вот с вас там, с каждой квартиры нужно сдать по 50 гривен, мы будем регистрировать у СМД. Вот это действие, насколько оно законно и имеет место быть. Потому что сразу вот в этом доме, о котором я знаю, да, пример, у людей сразу возникло много вопросов, и желание создавать у СМД как-то вот как обрубило на корню. Ну, во-первых, что значит законодательный уровень собрания денег? Это если люди согласились, то не отдали. Думаю, что, безусловно, какие-то расходы та же инициативная группа будет нести на создание тех же уведомлений каждому сособственнику раздать. Единственное, что это все нужно объяснять. Просто поборы, ходить по квартирам, собирать 50 гривен, ну, безусловно, это не совсем правильно. Нужно объяснять, что это, либо впоследствии каким-то образом это внести в смету расходов потом, когда уже будет создано СМД. То есть все-таки первое — это вот сборы? Безусловно. Первое. Перед тем, как мы создаем СМД, нам нужно получить согласие жильцов. А согласны ли они создавать у СМД? Если они согласны, то да, готовится с пакет документов для регистрации у СМД. Он несется в регистрационную службу, и это все регистрируется. Это бесплатно. Вопрос в том, что какие-то расходные материалы, возможно, и будут нести какие-то траты на расходные материалы инициативная группа. Но какие расходы и на что, это нужно все объяснять и соответствующую сумму предоставлять тогда уже на возмещение, если такого необходимо. Хорошо. Другая ситуация. Если, допустим, в доме 400 квартир, 350 приватизированы, находятся в собственности жильцов, а 50 квартир, вот они еще не приватизированы. Что делать? Будут обязывать приватизировать. То есть приватизация, она должна быть закончена. Потому что, ну а что делать? Квартиры, которые не находятся в приватизации, не находятся в чьей собственности? В собственности коммунальной, в собственности города. И вот что получается делать этому дому, где вот они решили, да, 350 жильцов решили создать у СМД? Как бы процентное соотношение есть, а 50 квартир? В любом случае у них уже есть перевес, поэтому они уже могут создавать, да. А 50 квартир пока просто пойдут за ними. Но все равно процесс приватизации обязан быть завершен, чтобы 100%... Я считаю, что да, да, в обязательном порядке должен быть завершен. А вот что делать вот в ситуации, о которой рассказывал Константин, когда у вас как в процентном соотношении разделились за против? На общие сборы пришло процентов 10. То есть от сознательности людей зависит, каким же образом можно их насильственным путем загнать на эти сборы и донести. Вот информационными, вот такими вот ресурсами, другими максимально пытаться донести, только чтобы люди сознательно осознали то, что им это нужно. Как по-другому? По поводу сборов первичных, мое мнение, что тот человек, который решил заниматься созданием ОСНД, он должен понимать и меру своей ответственности в первую очередь. Потому что он должен осознать, что он взял ответственность за весь дом, что он будет делать шаги, действия, и его действия, и шаги должны быть правильными. И в рамках закона дальше, что это действительно какие-то материальные расходы, хотя бы первичные, та же самая бумага. Если мы возьмем 400 квартир, каждую квартиру хотя бы дать одну бумажку, это тоже расходы. То есть это 400 каких-то, хотя бы от четвертого формата страниц. Краска на принтер, это тоже каких-то денег стоит. Умение знания, это нужно как-то там набрать хотя бы на компьютере текст, его нужно будет распечатать. Опять же, временной ресурс, который тоже человек должен иметь для того, чтобы это все взять, напечатать, отдать, разнести, с каждым человеком пообщаться. Ну и время, свое время, то есть какие-то материальные затраты, временные и, опять же, знания. То есть это действительно должен быть коллектив, инициативная группа, которые знают, что делают и как делают. Ну вот вы бы на себя такую функцию возложили? Вопрос сложный, потому что с одной стороны, да, возложил бы, с другой стороны, вопрос, смогу ли я. Да, нужно взвешивать, нужно взвешивать свой график рабочей работы, в первую очередь, чтобы эта деятельность не помешала основной работе. И какой коллектив, то есть кто в коллективе, если человек один будет работать, а двое из минимального количества инициативной группы будут просто смотреть, как один работает, например, как я, тогда нет. Тогда зачем? Если каждый понимает, что он хочет, чтобы ОСМД работала, он хочет управлять финансами дома, он хочет руководить всеми процессами, быть в курсе всего, что происходит в доме, распределили обязанности, и эта команда будет работать на общий результат. Тогда, да, тогда, как есть поговорка, я и моя молодая команда в таком случае, да, готов взять этот труд, взять эту ответственность и создавать ОСМД. Ну вот сейчас достаточно много информации о том, что в Харькове городские власти мешают созданию ОСМД. Так ли это? Что вам известно об этом? Я только могу сказать, что, судя по листовкам, наверное, да, наверное, мешают, потому что раздают, и поэтому, если это власти. Ну, они же анонимные, да, поэтому мы не можем прямо обсуждать, что никто не подписывает. Да, здесь же не подписано, кто это, но это тот, кому это выгодно. Вопрос, а кому это выгодно? Наверное, тому, кто сегодня в этом всем процессе участвует. В этом всем процессе участвуют все те организации, которые так или иначе с нашей нынешней властью связаны. Наверное, скорее всего, это ихние, вот эти вот агитационные бумажки, раздавашки. Как дальше, как в процессе оформления бумаг? Ну, есть закон. Вопрос, а как они, если действовать по закону, могут помешать? Есть же законные процедуры. Провели собрание, собрали подписи, подали документы. А дальше, если не получили, если не разрешили создать ОСМД, наверное, должны написать какой-то обоснованный ответ, почему нет. Я прав или нет? Совершенно прав. Ну, насколько эта процедура проста? Вот вы о ней немножко рассказали. Ну, вот как это быстро делается? Ну, вот берем ситуацию, когда дом провел собрание, все выбрано, и вот они идут в регистрационную палату. Вот сколько проходит примерно времени? Времени с момента сдачи документов? Ну, в нашей регистрационной палате до трех дней максимум. Законодательство предусмотрено 24 дня, зависит от загруженности, все зависит. Поэтому за три дня это все можно сделать. То есть, грубо говоря, вот какой самый минимальный срок, за который можно создать ОСМД? Ну, с учетом активных граждан. Если мы уже берем активных граждан, после того, как инициативная группа разослала уведомления об общих сборах, которые расслаются за две недели до общих сборов, то есть мы уже берем две недели. Если на первых общих сборах все сознательные, все голосуют, все пришли, больше масса пришла, есть квота, и мы можем принимать решение, то тогда составляется, соответственно, протокол общих сборов, он подписывается, создается смета, можно за нее проголосовать, за эту смету. Заполняется необходимое заявление и унесем в регистрационную палату. То есть минимум 17 дней? Если все быстро, если все сознательно, то да. Ну, а максимальный? Бесконечный. Бесконечный. Ну, безусловно, еще раз говорю, что на сознательность людей мы никак не повлияем. Они сегодня пришли, через месяц они не пришли на общие сборы. А каждый раз нужно голосовать за каждый вопрос. Поэтому. Как в вашем доме граждане? Ну, в нашем доме, как говорил наш первый президент, маемо то, что маемо. Явка была порядка 10%. Это оценивали жильцы, которые были на этом собрании. Ну, максимум 20%. То есть вот здесь вот мнение расходится, 10 или 20. Опять же, хоть 10, хоть 20 – это количество недостаточное для того, чтобы провести общие сборы. То, что проводилось с какими-то нарушениями, ну, наверное, да. Ну, и опять же, балаган, нет достаточной информации по поводу того, что такое ОСНД. И навряд ли кто-то придет второй и третий раз. Потому что на этапе между тем, как все увидели вот эти вот раздавашки, которые против ОСНД, и моментом сборов тоже были какие-то люди, которые ходили, которые предлагали, которые говорили, агитировали. Но вот многие из них, они не пришли на это общее собрание по различным причинам. Кто-то сказал, что я уехал, лето, тепло, жарко, в отпуск. Кто-то просто испугался, на него подъезд надавил. У нас есть подъезд, вот он отдельный какой-то уникальный, он живет по своим законам. И из этого подъезда был один человек, который хотел, чтобы было ОСНД. Но, тем не менее, его запугали, он вычеркнул себя из этой инициативной группы и сказал, не хочу, не хочу, потому что я не хочу. Он не сказал, что я боюсь, меня запугали. Нет, он тактично отошел и сказал, что я не буду участвовать, у меня какие-то другие свои интересы, планы. Ну, то есть, в принципе, ОСНД это достаточно хорошо, но с учетом того, что все-таки жильцы сознательны. Я считаю, что да. То есть, минус это только несознательность людей, боясь брать ответственность на себя. К сожалению, пока даже не сильно несознательны, сколько боясь отойти от шаблонов. Боясь отойти от шаблонов и отсутствия информационных ресурсов, которые могли бы разъяснить, что это и зачем им это надо. Я благодарю вас за интересную беседу. Напомню нашим зрителям, что в гостях программы «Отражение» были Наталья Андрейчук, руководитель юридической компании «Ло и Ко» и Константин Фендриков, «Жилец дома». Всего вам доброго, до свидания, учитесь управлять своей жизнью и не бойтесь, брат, ответственность на себя. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»